Если вы не пользуетесь FaucetPay, тогда я оставлю ссылочку в описании, зарегистрируйтесь. Но я думаю, многие из вас уже пользуются. Регистрация здесь обычная, как и везде. Верификация здесь не нужна, просто зарегистрировались и все. Ну, email, пароль, как обычно. Итак, что такое вообще FaucetPay? Это кошелек для микропереводов. То есть здесь вы можете переводить самые минимальные суммы в криптовалюте. То есть если вам надо вывести там 1 сатошек, там 10 сатошек, то вы без проблем можете вывести на FaucetPay с любого крана. Здесь, когда мы перейдем в кошелек, вы увидите, сколько у вас есть монет. И в этих монетах вы можете без проблем сюда переводить. Напротив каждой монеты есть кнопочка депозит и отзывать, то есть выводить. Нажимаете депозит и здесь появляется ваш личный адрес. Это биткоин адрес. Далее, если, к примеру, выбрать любую монету, там биткоин кэш, вот ваш адрес биткоин кэш. Если выбрать TRX, вот ваш адрес TRX. То есть если вам даже нужно там отправить 0,5 TRX, вы без проблем их можете закинуть на FaucetPay. Чем удобен этот кошелек? Здесь можно по минималке насобирать каждые криптовалюты, то есть повыводить со всех кранов откуда угодно. И в итоге насобирать уже там более-менее кругленькую сумму. У меня вот в общем 35 долларов, здесь показывается в долларах общая сумма на вашем балансе, то есть все криптовалюты. Сколько в долларах в каждой криптовалюте вы можете посмотреть в кошельке. И здесь видите, у меня вот в биткоинах 16 долларов, в догикоинах 1,5 доллара, вот Digibyte 2 доллара, USDT 8 долларов, ну и так далее. И это все вы можете здесь обменять на одну криптовалюту. Я сейчас буду выводить на другой адрес, выведу на Payr кошелек, к примеру, можно вывести абсолютно куда угодно, повторюсь, на Binance, на BitGet, на Bybit, куда хотите. Так вот, я сейчас обменяю все монеты на TRX, потому что в TRX самая маленькая комиссия для вывода. И переведу себе на Payr кошелек. Давайте сделаем это по-быстренькому. Нажимаем обмен монет. У вас может быть все на английском, но и так, в принципе, запомните, здесь ничего сложного нет. Итак, с правой стороны выбираю TRX, а с левой стороны Bitcoin. Нажимаю максимум, то есть хочу перевести все. Ладно, сделал, чтобы все было на английском. Как бы буду вам показывать так, как есть. То есть обмен это CoinSwap. И здесь мы нажимаем максимально, выбираем TRX, и видим, мы получим 246 TRX. Нажимаем Convert. Все, есть. Теперь берем следующую монету, Ethereum. Нажимаем максимум, и нажимаем опять на кнопочку. Все, тем самым мы все переводим тупо в TRX. Так, ну, я так буду делать каждую монету, поэтому здесь я перемотаю, все сделаю по-быстренькому. Но вообще вот так тупо берете и каждую монету обмениваете на ту, которую вам надо. Но если вы хотите вывести в той монете, которая вам нужна, там не Tron, а другую, там Litecoin, вам Litecoin нужен, можете переводить в Litecoin, без проблем. Но я советую переводить TRX, так как самая маленькая комиссия. И то, куда вы уже переводите, там сможете обменять себе на ту криптовалюту, которая вам нужна. За каждый такой обмен, конечно же, берется комиссия. Ну, небольшая, но есть. В общем-то, как и везде. На любой спотовой торговле, да, вы знаете, что есть комиссия. На фьючерсах везде, в принципе, так и зарабатывают биржи и кошельки на вашей комиссии. Итак, все, есть, все перевел в Tron. Давайте перейдем в кошелек, Fallet. Вот у нас 514 TRX. Теперь, чтобы вывести, мы здесь нажимаем Визроу. Я выводил вот на Binance, на Хобби, на Payr кошелек и так далее. Вот. Я сейчас буду выводить на Payr. Эти адреса уже заранее сохранены. Я вам сейчас покажу, где их сохранять. Вот. И когда вы выводите, вы здесь просто удобненько нажимаете там на Payr кошелек или хотите на Binance вывести, нажимаете на Binance. Вот. И здесь можете выбрать там половину хотите вывести или минимум, или All, то есть все вывести. Нажимаем All, все вывести. Здесь можно выбрать за 5 минут вывод и за 4 часа вывод. Ну, я выбираю всегда 5 минут, потому что комиссия всего 3 TRX. Это как бы очень мало. И все. Вот. 511 мне придет на Payr кошелек. Я нажимаю Place with Raul. Все. Наша заявочка обрабатывается. Сейчас буквально ждем 5 минут и они нам придут на Payr кошелек. Но пока давайте я вам покажу, где эти адреса сохранять. Здесь вы находите Linked Addresses. Здесь вот все мои сохраненные кошельки. Ну и давайте мы с вами сохраним какой-нибудь адрес. Ну, к примеру, перейдем в Payr кошелек и здесь нажмем, ну, к примеру, Dash. Давайте выберем монетку Dash. Нажимаем пополнить, нажимаем копировать, возвращаемся на Faucet Pay и здесь пишем название Payr Dash. Ну, это для вас, это чтобы вы запомнили. Вы можете взять на Binance, на BitGet, на любом кошельке, где угодно и просто пишите для себя, для удобства. Вы просто потом будете выбирать, как и я выбирал при выводе, например, там Binance Litecoin. Вот, и вы просто выбираете Binance Litecoin и вам выводят на ваш Binance Litecoin. Так, здесь мы вставляем адрес, здесь мы выбираем Dash, то есть, какую монету мы сохраняем и нажимаем Link. Все, далее смотрим, где наш адрес. Здесь есть вот вторая страничка и вот в конце Payr Dash у нас сохранился. И теперь, когда мы захотим, допустим, вывести в монетке Dash, мы здесь нажимаем WizzRaw и здесь, вот видите, у нас уже есть выбор Payr Dash. Мы можем сразу просто выбирать то, куда нам нужно выводить. Вы можете сюда монеток Dash со всех кошельков, со всех бирж сюда наставлять и куда вам нужно будет выводить, туда и переводите без проблем. Комиссии здесь как бы, на TRX самые маленькие, но и в других монетах тоже абсолютно небольшие. Ну, как видите, 0.00002 Dash. Это как бы очень маленькая комиссия. Так, давайте перейдем в Payr, посмотрим, не пришли ли нам наши TRX. Так, нажимаем история. Да, они уже вот идут. Плюс 511 TRX просто еще в обработке. Ну, это уже, в принципе, знает, что они пришли. Как видите, вывод моментальный, все работает достаточно быстро. Ну, и также здесь можете смотреть статистику, нажимаете Statistics и здесь видите свой заработок. Допустим, выбираете любую монету, Bitcoin, и видите, сколько вы каждый день получали вознаграждений. да, здесь можно зарабатывать, я сейчас об этом расскажу, конечно же. Также есть история, это история депозитов, которые вы сюда пополняли, ну, допустим, там выводили с кранов каких-то, и вот здесь отображается, сколько вы пополняли. Далее история выводов, вот TRX, Litecoin, я выводил, ну, в общем, понятно. Так, ну и, конечно же, самое главное, здесь есть рубрика Earn, нажимаем сюда. Здесь не один способ заработка, но самый нормальный это, естественно, краны. Вот, самое первое выбираете, Faucet List. И здесь смотрим. Первые четыре это реклама, нам не надо. И далее пошли у нас краны, с которых можно выводить напрямую сразу на Faucet Pay кошелек. Ну, допустим, вот CoinPay. Нажимаем. Так, ну, давайте рассмотрим кран CoinPay, нажимаем панель управления. Кстати, это достаточно крутой экран, популярный. Итак, авторизовываемся. Здесь также обычная регистрация, ничего сложного нет. И здесь CoinPay также вы вот нажимаете экран и здесь все возможные монеты, которые вы можете получать. То есть вы нажимаете напротив каждой монеты Claim, нажимаем Claim Now, решаем Capture и нажимаем еще раз Claim Now. Все, вот мы получили несколько Satoshi. Отлично. Теперь через час заходим и опять получаем Bitcoin. И самое прикольное, что так можно делать с каждой монетой. И они вам капают вот сюда. Вот ваш баланс. А потом вы можете все эти монеты точно так же сделать, нажав Swap и можете все эти монеты обменять на одну монету, к примеру, на Bitcoin или на TRX. Справа выбрать TRX, слева Bitcoin и вот так обменивать. И потом это все можно вывести, к примеру, на FaucetPay кошелек. Без проблем. Следующий экран здесь вот CryptoWin. Давайте его рассмотрим. Есть краны, где там минимальный вывод 1000 сатоши, 10000 сатоши. А есть краны, которые платят там вообще по минимуму. 200 сатоши насобирали и можете вывести на FaucetPay кошелек. Вот давайте нажмем здесь логин. Вот видите, у меня 363 сатоши на балансе. Отсюда я уже вывел почти 200000 сатоши. Нажимаю WizzRaw и здесь выбираю FaucetPay. Здесь у меня уже введен адрес. Вы тоже его введете при выводе. Ну и нажимаем WizzRaw. Все. Вывод произведен. Здесь вроде вывод даже моментальный. Давайте на кошелек и вот они уже у меня на балансе 11 центов. И как видите, вот так вот собираете со всех кранов. Собираете, собираете, собираете себе эти монетки. И потом также их меняете в одну монетку и выводите. Почему я, к примеру, вывел на Payer кошелек? Потому что отсюда можно вывести на карту. А если вы хотите вывести на карту Украины или Казахстана, тогда я вам советую зарегистрироваться еще в AdvoCash кошельке. Я лично им пользуюсь. я с Payer кошелька вывожу на AdvoCash, потому что здесь минимальная комиссия. Даже если вы выводите на российскую карту, все равно выгоднее вывести не напрямую с Payer кошелька, а с Payer перевести на AdvoCash. Вот здесь выбираете AdvoCash. Можно вывести на Kiwi, куда вам удобно. Но здесь видите на карты Visa, MasterCard, Мир вы отдаете 5% плюс 50 рублей. Это достаточно много. На AdvoCash вы отдаете 2% и выводите на AdvoCash. А с AdvoCash уже когда здесь нажимаете перевод средств, выбираете на карту и если выбираете российскую, здесь вот всего 1% плюс 50 рублей. И в итоге у нас получается 3% мы платим плюс 50 рублей, а если напрямую с Payer кошелька выводим, то 5% плюс 50 рублей. если сумма небольшая то и пофиг, но если сумма большая то уже есть разница. Если вы вводите 100 тысяч рублей, лучше комиссия дать 3000 рублей, чем 5000 рублей. Логично. Что на AdvoCash вывод на карту моментальный. На FaucetPay также присутствует реферальная программа. Здесь у вас есть своя личная реферальная ссылка. На нее нажмете она скопируется и в общем-то можете распространять приглашать сюда пользователей. Это кошелек для новичков естественно. Кто только там начинает изучать криптовалюты я конечно всегда советую начинать именно с данного кошелька с кранов чтобы просто понять как обменять криптовалюту как ее перевести на другую биржу на другой кошелек как вывести на карту пополнить карту и так далее. Когда вы этом всем разберетесь тогда конечно же вам будет дальше уже намного проще зарабатывать на разных лаунчпадах лаунчпулах о чем мы вот говорим на моем youtube канале поэтому подписывайтесь чтобы ничего не пропустить.